Всем привет друзья! У нас тут дед опять чинит баллон, что-то накачиваем, который пистолет спускать опять начал, прокладку меняет в баллоне. Фима уже покушал, но решил второй завтрак уже себе сделать, полдесятого сейчас у нас. Видите, как правило у нас башенка из охотничьей колбаски, да? Красота! Ой, ой, сейчас валится, будут твои кружки так. Вот, ну а бабушка нам блины сегодня жарила, на завтрак поели блинов. Фадей уже встал, еще не ел, Матвей сейчас тоже одевается, мы с ним попробуем за грибами съездить, хотя бы здесь на разведку сначала, вот, а там видно будет как дальше. Вот, может завтра продолжим, не знаю, посмотрим. Но сегодня опять 31 градус обещает, еще и грозу обещает, так что нам надо до обеда сейчас успеть. Ну, сейчас он пока ест, я пойду ягоду, хочу Викторию собрать, все, что она спела, потому что горит все это на солнце, на таком, варится, прям на грядке. Так хоть еще баночку бы заморозить, а то вперед было бы, да? Пусть сахаром, пусть варится. Пусть варится, варенье будет. Вот, ну ладно, вот такие дела, в общем, так вот начинаем утром. Так, ну что, у нас 12.10. Мы уже съездили в лес на проверку грибов. Фадей, дай корзину, я покажу, что мы собрали. Матвей, дай корзину, я покажу, что мы собрали. Что-то вы все, у меня не слышите это сегодня, игнорируют они меня. Вот, это все. В общем, нет грибов. Вот один счастливый подосиновик есть. Это, по-моему, вообще какая-то поганка Матвей собрал. Ну, вот это масленок, прям еще даже не раскрытый, но вот он, видите, масленок такой. Вот, и это тоже маслятки такие вот. Вот, и все, больше нету. Нету больше. Зато я собрала Иван-чай. Сейчас я его быстренько буду готовить к ферментации, потому что я как раз ролик про ферментацию сейчас снимаю. Вот, и, в общем, туда же пойдет. Ну, ладно, в общем, вот такие дела. Сейчас бабушка окрошку делает. Класс привезли на окрошку. Сейчас, в общем, будем обедать окрошкой. Три часа находит. Пойдем корову кормить. Еще один наш. Презент, в этот раз для Ефима. Ефим заказал веники деду. Он ему сделал, наломал в лесу. Вот. А бабушке вот не сделали презент. Она так хотела грибов. А грибов нету. Вот такая вот сегодня была поездка. Но я довольна, что я... Иван-чай сделала. Сейчас его уже прибрала. Вот. Про ферментацию скоро выйдет ролик. Я вам уже сколько обещаю. Но это процесс не быстрый. Вот. Он ферментируется только стоять, может, двое суток. Ну, вот сейчас сегодня посмотрела утром. Вроде уже... Ты что, поможешь, сынок? А? Давай, на грибе сходи, пока я поснимаю. Давай. На грибе три ковша. Это мне с камеры неудобно. Я хочу поснимать маленько. Сейчас с дедом разговариваем. Да-да-да. Вот это вот. Три полных ковша. Говорит. Одно и то же снимаешь, уже неинтересно. Быкал. Когда ты потащил эту кость большую. Ой. Схватал большую кость, и это еще от быка у него лежит. Вот. И говорит это... Может, говорит, раз в неделю снимать ролик делать. Один за всю неделю. Какие новости сообщать. Да и ладно. Вот. А, говорит, каждый день это одно и то же. Уже, говорит, всем надоело. Ха-ха-ха. Так. Нет, не трогай. Он разделять будет на два. Вот шланг еще брось. Набираться. Уходи. Что ты балуешь? Вот ходит без меня. Он хорошо управляется. А на камеру не хочем мы, да? Не хочем ничего показывать. Не хотим. Такие дела. Пока все у нее закрыто. Мух развелось уже на жаре. Да. У нее же, видите, маленько сопли такие кровавые идут от жары. Потому что жарко. А? Потому что там пол у папы убрал. Ну, сейчас, не знаю, до выходных или когда он будет сколачивать. Ну, сохнет. Опять же, просушить-то надо. Сейчас я вам покажу, правда, что не показывала же вроде, да? Очень распространен. Ну, я ей говорю, нет. Ну, на этот пол ее не надо. Ей же надо второй пол стелить. Сейчас вот этот пол просохнет. Правда, видно, видите, где стыки досока. Вот ближе к стыку, но это... Ой, опять у кости перенес. Так грохочет, да? Что здесь хочет? Мокро, видно, что... Ага, просыхает. Ну, пусть, в общем, просыхает. Пока он соберется, как раз просохнет все. Да вон она у него. Косточка. Он, наверное, перед Дивой, видимо, хвастается. Да, Дива? Вон хвастун. Ой. Микелка что-то у нас стала мало выходить. Какая-то вяленькая. То ли от жары, то ли она уже не сживает себя. Не поймем ничего. Как бы не скажет, что она болеет. Но она ей стала плохо вот эти вот дни. Жара стоит. Ну, утром бабушка говорит, головки она так с вечера и не съела. И я уже им варю головки. Все, чтобы, так сказать, они были повкуснее, поароматнее. Вот. Но она раньше как-то... Афадий, выключай воду. Афадий. Выключи воду. Она раньше и со стола попрошайничает. Все, выключай скорее, побежите. Я ей говорю, что утром-то она пакетик дала кошачий корм. Она любит как бы его. Для нее это типа... Фадия, вот видишь, как ты закрылся? Внутри бежит. Ну-ка давай сделай хорошо. Вот. Короче говоря, плохо ест. Плохо ест. То ли на жару, то ли... Я говорю, она уже что-то это... Не справляется у нее организм. Ну, старенькая, в общем, собака. Ой. А так, скажи, Зоря, от жары всем тяжело. Давай. Будешь париться. Твой заказ был, да? Твой заказ был. Сейчас я вам покажу еще это. Сейчас из стенок не погнажу, пока пустит. Покажу ящички. Фадик, не балуй. Не балуй. Ящички, которые Матрея сделал по вашим заказам. Вот это вот с пиончиком, кто заказывал. Пиончики такие. Вот. Это с ячейками, которые... И для Надежды тоже он сделал. Сейчас покажу. Надежда простые заказывала, без гравировки. Вот. Два таких. Один дома уже у меня стоит. Эти, я не знаю, где то ли доделывать еще будет. Но он их это полирует. Сидел, полировал. То ли он доделал, то ли не доделал. Потом спрошу, может, это уже доделаны. Вот. И, в общем, до субботы. В субботу, наверное, отправим. Потому что нам удобнее в субботу выехать, чтобы Алешу не срывать. А в субботу, выходной, мы закормаем поедем и отправляем посылки. Поэтому я вот так рассчитываю. Сегодня у нас канализацию должны откачать, приехать. Но пока ждем. Ну, 30 градусов, конечно. Не знаю, как бедный этот дядька работает на этой машине. Такую жару ездить на машине. А что там ни кондиционера, ничего. Сегодня там и ладно, на дедово ездили. У него кондиционер работает. Как бы это прохладно. Ну, ладно. Сейчас я седу. Планирую сейчас пойти пополоть маленько грядки. Да, в общем, как обычно. Может быть, чуть попозже. Через часик где-нибудь поливать. Значит, надо мне и перечень сегодня полить. Эту помидорную. В общем, то одно, то другое. Вчера шланги протягивала. Кабачки поливала. Вот, потихоньку туда-сюда хожу. В общем. Такие дела. Ну, ладно. Сейчас все могут доводить. Фима, ты бы покупался, пошел, а? Отдыхающие мои. А я вот эту грядку полю. Канализация у нас, видите? Машина стоит. Откачу, сейчас покажу. Смотри, мама, смотри. Что такое? Самолетик, ну, не видно, наверное, на камеру. Вон она нас, видите? Откачивают. А что такого, водей? Смотрите, как уже яблоки большие, какие стали. Жить. Подрастают. Подрастают. Как хорошо-то в тени дерева ходить, а? Какой-то самолет узрели большой. Все, канализация заплатила. Ай, ну ты балдеешь. Вот эту гряду я сейчас. Ну, до того противно, это мокрица наросла. Вот, только начала еще обрабатывать. Сейчас бабушке ягодку угощу. Тут нашла, нашла маленько. Сейчас. Оп. Фима у нас купается. Ну, близко мы не пойдем, мы отсюда его поглядим. Да? Хорошо балдеешь? Ай, балдежно как. Ты тоже хочешь? А? Вот они, вот они наши первые помидорки. Литл Пинкин, которые. Литл Пинкин. Хорошенькие. Такие коктейльные. Не черрики, но коктейльные. Розовые. Поэтому Пинкин. Так, варим борщ на ужин, а Фадей тут блины печет. Блины печет. Что-то они у тебя горят, по-моему, нет? Подводим. Сгущеночка. Ой, короче, тут порядок. Еще тут у меня полная раковина посуды. Вот так вот. Когда не бываешь дома 2 часа, все тут. Еще машинка не убыкает. Беспорядок. Приходит, да, давай-ка машинку ты разгружаешь, и я потом грязное скидаю, ладно? Вот, но зато закусили все-таки сейчас сели мы. А что мы поели-то? Чай, помню, варенье, помню. Хлеб, помню. Хлеб с вареньем ела, с чаем. А перед этим что мы ела? А, косточку доставали мы из этого. Из супа достали косточку. Почему сказать, она такая жуткая не будет? На ней было мяско. С бабушкой, в общем. Там ребрышка какая-то была. Что она жидкая? Ты не перемешал просто это же. Перемешай, возьми, и будет нормально. А как она, по-твоему, должна быть? Она, естественно, маленько расслаивается. Даже не сыворотка, а просто жидкая, а потом густая пошла. Вот. Так что сейчас будем прибираться уже время. 7 часов. Аля же сейчас управляться пойдет все, как обычно, короче, своим чередом. Смотри, стреляет с дедом все еще. Вот. Такие дела. Ну, главное, борщ есть. Хорошо, бабушка с утра косточки сварила. Запустить-то я быстро сейчас уже как-то приспособилась с этой теркой моей. 5 картофелин, полкачана капусты, помидоры, мороженое вчера нашла. Бабе Люси доставала эти яблоки мороженое, когда они приезжали в гости там. И нашла помидоры, пакетик мороженых, там что-то 5, наверное, больших таких с того года. Ну, ладно, значит, тоже в дело пошли. Да нормально, это сметана свежая. Ну, что ты. Сметана, сметана там пахнет. Домашнюю не хотят сметану есть. В магазину и то придираются. Хорошая ирбитская сметана. А что ты ее нюхаешь, обнюхиваешь тогда? Вот, перебил меня. Я рецепт супа тут рассказываю, понимаешь ли. А, морковку у меня сейчас мороженое уже порциями, сразу раз и туда спускаю, уже тереть не надо. Лук, сейчас использую, знаете, какой у меня тоже в шкафу лежит уже заготовленный. В этом году, вот жалко, я такую заготовку не делаю. Вот, вот такой он. Лучок, это в том году я резала зеленый лук и сушила. В этом году, я не знаю, почему-то я этого не делаю. А надо бы сделать и укроп бы посушить, по сути. Но завтра, завтра я планирую сушилку доставать, потому что надо мне вот этот чай-то ферментированный делаю. Мне надо его сушить сейчас будет. Я сушилку достану и, наверное, займусь такой работой. Буду лук и укроп. А, укроп-то у меня нет, укроп у меня уже покупный, укроп у меня свой кончился. Мы его много, знаете, куда использовали? Как она называется? Скумбрия. В скумбрию солили. Там она идет у нас с укропом. Вкусно получается с укропом. У меня все руки сегодня опять в помидорах. Потому что я поливала капельку. До этого перец поливала, ту перечную дальнюю теплицу. Потом поливала капельку. А что, в помидорной как пойдешь, так все, пасынки начинаешь обрывать. И в итоге все руки опять засадила. Что опять ты не нашел? Сметаны нет больше. Именно окрошку сегодня все перевели, а купить забыли. Домашняя стоит, вот, пожалуйста. Они не едят. Домашняя, она слишком для них жирная. Короче, она мне идет только в выпечку куда-то, если. Правда? Ну да. Куда-то если. Вот. Ну ладно. Сейчас уже и сметаны не будет. Последняя была, так сказать. Будем молоко пить магазинное, еще магазинное пить. Чаек будете пить больше, чем молоко. Потому что не набраться будет столько молока. Уж больно много вам надо. Будете чаек. Компотики, чаек будете пить. Ой, ну ладно. Все, в общем. Ты давай посуду уберешь сейчас, а я сейчас пойду там проверю все, что там у меня в комнате творится. Понял? Топ, а где там телевизор-то еще работает. Вот. А ты уберешь, а я приду уберу грязную. Вот такие дела. Так, ну что, друзья мои. Вот уже опять вечер. Уже и вечер. Опять у нас дождя так не было. Все обещают нам, обещают. Каждый день. Ой, завтра гроза, завтра гроза. Нету грозы. Сухо. Что там байкал роет. Вот. Так что, видите, вот небо вот такое, но что-то как-то грозой-то опять и не пахнет, да? Опять завтра жара, наверное, будет. Ой. Ну, вроде теплицы я все полила. Теплицы я полила, главное. Здесь-то я вам не показала. Мне заказывается, за сегодняшний день буквально поспели помидоры. Вот он и. Вот он и какие красавчики. Две штучки. Видите, на нем, кстати, нормально так, более-менее. Ну, я говорю, из сортов надо выбирать самые лучшие. Это называется мамино-малиновое сердце называется. Ну, начали малиновое должно быть. Подождем. Подождем. Пока станут малиновыми. Пока розовенькие. Надо из гибрида выбирать. Потому что я говорю, смотрите, вот. Вот, возьми вот этот куст. Вот. Чем ему тут не так? Вот чем ему не так? Хорошо стоит. Хорошо стоит. Ни одного помидорки я на нем не вижу. Это, как ни странно, минусинский лапти. Я от него большего ожидала. Понимаете? Вот. Здесь тоже. Тоже минусинский. Это тоже он же, минусинский лапти. Три помидорки на нем. 53. Идем дальше. Минусинские шары. Один шарик висит. Че с минусинцами на четверице? Я ничего не понимаю. И так далее. Короче говоря, вот так. Но при этом есть и вот такие вот, которые хотя бы хоть как-то радуют. Здесь есть у него, здесь у него есть. То есть, как бы вот. Это уже получше, да? Это тоже, кстати, минусинский от старого. Как он от старого? Че там? Сейчас скажу. От старожилов. Вот как. Минусинский от старожилов. Здесь вот тоже вроде как более-менее, да? Зависть такая. Это у нас заилийский алатау желтый. Это вот казахстанский селекционер, который вывел вот эти вот казахстанские сорта. Вроде более-менее. Вот. Дальше идем. Два помидора. Да, да. Нет, три. Три. Три вру. Три помидора навязаны на нем. Крупные, видимо, будут. Называется «Бычье сердце от Борисовны». Но мало. Мало. Вот такая вот ерунда, короче, по помидорам нынче. Я говорю, на которых вот глаз останавливается. Мне вот по сути надо сейчас их пройти. Вот видите, вот допустим этот вот. Ну, сразу видно, что куст урожайный. Это называется барский. Я, кстати, его второй год сижу. Не нравится он мне. Вот. Сюда тоже. Ну, есть на что посмотреть, да? То есть, как бы видно, что крупненькие, они вкусненькие будут. Вот такие формы. И, как бы, они нормально так завязали. А это называется «Древнее сердце Акватерме». Слышали наверняка «Акватерме» или «Древнее сердце Акватерме». Ну, хотя бы что-то. Короче, надо помечать. Потому что некоторые, ну, прям вообще. А некоторые, ну, ничего. А некоторые, вау-супер. Короче, вот нам надо вау-супер с вами оставить. Из всех сортовых. И взять с них именно эти самые семена. Зато мой огурчик меня радует. Смотрите, что творится. Он ведь выздоровел. Я его уже похоронила. И рядом он взошел уже вот этот. Вот. Рядом взошел ему на замену. А он нормально себя стал чувствовать. Вот что с ним было. Все мне уже написали. Вот все мне в комментариях написали, что это у него корневая гниль. Или что там у нас еще? Фузариозное увядание написали. Вот. Короче. А он взял и просто решил жить. Вот так и бывает, да? Зачем сейчас вот тот сосед его будет на замену? Я не знаю. Ну, видимо, так надо было. Ой. Сегодня Ефима все огурчики на окрошку у нас выбрал. Так что пока огурчиков-то, ну, нарастут. Нарастут они быстро сейчас растут. Потому что ночью температуры хорошие стоят. Ночью стоит где-то градусов 16 сейчас. Я. Монте Васька выбегут. Ладно, друзья мои. Все. Ролик буду заканчивать. Алеша уже ждет, не дождется. Давай, говорит, быстрее. Что-то у меня, говорит, опять у меня теплицу закроет. Вот что за человек. Он возит свою тачку с навозом здесь. По этому маршруту. Закрывает мне теплицу. Представляете, сегодня пришла в три дня. У меня теплица закрыта. До сих пор. Ну, как будто трудно ему. Обратно идешь, ну, возьми да открой. Я же ведь не слежу за этим. Нет? Он меня опять тут позакрывал. Ой. Так что вот так. Вот это мне тоже нравится. Смотрите, какой усыпанный весь. Ать-ать-ать. Такие красавчики, да? Добарао царские. Ну, вот. Как-то так. Пранте вершинку тоже спрашивали. Помогла, а нет. У меня, видите, вершинка пошла на перцах. Вот, поэтому я смотрю, опять же, по перцам. Здесь пока, слава богу, я не видала вершинки нынче. Вот. Но антивершинка, вот, ну, я проходила. Я по этим тоже профилактически, я же тогда развела. Пошла по перцам. Вот. А потом прошла сюда. У меня остался раствор просто. Я их профилактически-то сбрызгивала. Может, потому и не замечаю в этот раз. Вот. А так, в принципе, антивершинка мне нравится. Хорошо средство работает от Organic Mix, которая. Есть еще новенький у меня пришел. Другой препарат. Тоже с кальцием. Легоплекс называется. Он еще выгоднее по цене получается. Там много раствора. Долго хватит, как говорится. Ой, вот. Ладно, что-то опять душным вечером. Ну, то ли я набегала из коровы, не знаю. Ладно, все тогда. Будем закругляться. А что, я вам грядку не показала, да? Еще показать, что я доделала. Чего доделала? Грядку-то освободила от сорняков слабого. Тоже пока соберешься. Вот она. Расточек не унесли. Вот дождь-то пойдет, замочит. А так все. Ну, что я опять чистила. От плохих кустов. Ну, что видите, я говорю, весной натыкала, какие попало усы. Потому что померзло много. Некоторые-то хорошие усы пошли. И видно, что кусты будут сильные, хорошие, крепкие. Это моя гигантелка с большими листьями. А есть, которые, ну, плохие кусты. Вот здесь выдрала. Вот здесь выдрала. Так, нет, здесь не было. В общем, два или три. Вот, вот здесь выдрала три куста. Убрала. Сюда буду уже усами вот. А, кстати, пришпилила. Вот эти хорошие кустики. Ягоды вкусные на них. Мама, конечно, была, но ничего. Первый год кустики. Ребятишки у нас в бане. И сегодня же дед Ефиме веник-то сделал. А когда баню будем топить? Ну, он ему сразу и затопил. Сейчас Матвей с Фадеем сходили на футбол. Побегали, наверное, минут сорок. И пришли все тоже мокрые. И сразу в баню пошли. Ефимы взяли. Ну, Фадей-то один пойдет. Матвей с Ефимом ходит. Он его моет, парит. А Фадей отца спросил. Отец говорит, нет, я не пойду. Я уже спать хочу. Сейчас, говорит, ролик сделаю и спать пойду. А Фадей говорит, я тогда один пойду. Ну, в общем, один сходит. Так что сегодня у нас внеплановый банный день случился. Ну, сейчас баню-то топить. Что там у нас газом? Краник повернул. На улице 30. Матвей говорит, мама, он говорит, дед-то сегодня, говорит, включил. А мы, говорит, пока на футболе был, не до конца топилось. Аж до 70 градусов в бане там. В общем, жаркая невозможна. Вот. Ну, я корову-то доила. Фима ко мне выбежит сюда, в ограду. Я его холодной водой шланга коровьего полью. Но она из дома вода отойдет чистая. А вот полью его, охлажу. Так он обратно бежит париться. Напарились, но уже пришли. Вон Фадип, по-моему, пошел. Ну, ладно. Ты пошел? Я не остужаю. А? Я остужаю. А что остужать-то? Нормально? Иди давай парься. Винник, ты как работает? Боже, по горячему остужает сильно. Ой. Ладно. В общем, нормально. Планы я сегодня по огороду тоже более-менее выполнила. Поэтому и настроение сегодня даже получше стало сразу. Но вообще в жару, конечно, не выйдешь. Видите, как приходится уже глубоко после обедения. И дойти, потому что, ну, невозможно. Рано утром тоже не получается. Пока корова подойдет, то все. Завтрак обед приготовишь. Уже обед, а там уже жара самая. Вот. Ну, ладно. Все. Давайте всем счастливо. Главное, всем здоровья. Увидимся завтра. Ну, или пишите. Если я вам уже надоела со своими однообразными роликами. Пишите пожелания, чтобы я выходила, допустим, раз в неделю. Могу и так. Вот. Ну, это я к тому, чтобы вы дали какую-то обратную реакцию. Потому что мы с дедом маленько спорим. Дед говорит, ролики однообразные. Смотрят хуже. Надо, наверное, говорит, переходить на еженедельную съемку. То есть раз в неделю снимать просто отчетный ролик за неделю. Рассказывать о событиях и все. Вот. А не каждый день. Вот. И, в общем, мы не знаем. Как бы он меня смутил. Поэтому я прошу вас обратной реакции. Скажите, чего вы хотите. Вот так вот давайте. А мы посмотрим, на чье мнение перевесит. Ладно, все. Счастливо. Давайте. До завтра. До завтра.